Чемпионат Абилимпикс 2020 продолжает свою работу. В Нарьинмаре несколько дней подряд студенты и школьники соревнуются по разным направлениям. Художественное вышивание, резьба по дереву, парикмахерское искусство, вязание крючком и другие. Накануне наша съемочная группа побывала на самой красивой компетенции – флористика. Любовь Пермякова продолжит. Ароматы цветов, атласные ленты, плетеные корзинки. На самой женственной компетенции – чемпионат Абилимпикс, флористика – девушки делают последние штрихи при составлении цветочной композиции. Любовь к этому красивому ремеслу объединила сегодня представительницы разных национальностей – одна из конкурсантов Лизгинка Эхли Ахмадова. Женщина должна знать все. Я поэтому, ну, как сказать, мне предложили, я вот пришла сделать. Мне очень понравилось участвовать. Дальше буду участвовать. Нетрудно было. Я быстро сделала. Полчаса даже, наверное, забрала букет. Ставить на этот памятник гвоздики или сирень. Если 9 мая, такое, сирени у меня нет, поэтому вот гвоздиками это сделала я. Как это, как звездочка вот. Как пять этих, вот как звездочка. Все по пять, что кто-то. Еще одна участница чемпионата – Анастасия Чупрова. Именно с цветами девушка планирует связать свою жизнь. Ведь она учится на цветовода в Ненецком профессиональном училище. Называется композиция «Моя салют победы». Я уже участвую в этом фестивале второй раз. Мне очень нравится, очень интересно. Сначала я подготавливала корзину, украшала. Потом подготавливала пену, кирпичную, минеральную пену. Я ее замачивала на 15-20 минут. Потом, затем укладывала пленку специальную, чтобы влага держалась. Затем, вот, растения. Работы девушек сегодня оценивает опытные эксперты. Среди них преподаватель НПУ Людмила Рочева. Надо сказать, что цветы в любом виде хороши, конечно, как вы видите. Даже непрофессионал может, скажем так, создать шедевральную композицию. Среди нас профессионалов нет участников, я имею в виду. Идея была такова, что вот и подбор цветов был такой, достаточно строгий подбор, чтобы участники могли выразить через цветы как раз свое отношение вот к этой дате, 75 лет Великой Победы. Как это получилось, мы с экспертами будем рассматривать. Ну, достаточно сложно, конечно, тема достаточно сложная, чтобы выразить ее цветами. Но в этом была задумка. Какая работа больше всего растрогает жюри, будет известна на следующей неделе. Ну, а сегодня красивые композиции конкурсантки возложат возле памятника Победы. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.